И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в ARC Survival Evolved, все так же на официальных серверах, все так же в выживании. Как вы видите, я здесь поставил ящики для компоста, так как что-то грядочки, как видите, по удобрению стали проседать. Вот, и я в срочном порядке поставил ящики для компоста и начал создавать удобрения. Как видите, все ступки я убрал, и это предельно. Я даже факел не могу сейчас по факту поставить, я хотел факел поставить, чтобы было светло, но да, не могу. Здесь у меня стоит кормушка, кормушка я поставил так, чтобы вся еда хранилась здесь и все кормились. Единственное, только нужно будет еду, такого там взять и в птерчика закинуть. Да, птерчика. Вот, и в птерчика закинуть, и все хорошо будет. Кстати, 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 у меня он есть? Нет, сейчас к этому вернемся. Посмотрел обновы и так далее, что там, как там происходило. Прикольную штуку ввели, это... Короче, нет, у меня факел. Можно факел вставлять в седло динозавром всем. Это здорово, это удобно, как бы, ходить, очень даже неплохо, тем более летать. Конечно, летаешь как светлячок, но все равно удобно, особенно когда снимаешь, как бы, ты это жестко прямо оцениваешь. Как видите, все себе спокойно развивается, 1000 хп, урон качаю, все хорошо. У птерчика тоже 1000 здоровья, вносливый до 400 докачал, немножечко вес качаю. Сейчас, собственно, хочу вес до 200 догнать, вполне будет себе неплохо. Что дальше? Ну, дудохи, там, это дудохи, они, собственно, кормятся, поятся, так что все хорошо, и иногда и яйца собираю. Что дальше? Во, что у меня тут в столе? Прикольно, да? Это я добыл, все благодаря тому, что я притомил терчика. Вот это вот, вот это, и вот это. Эээ, да ладно, да ладно, грибы теперь портятся, цветы нет. Отлично. Вот это вот я все добыл, ну, кроме, короче, вот эти два, а, нет, даже вот это, вот это, вот это, вот это, вот это я добыл, благодаря птерчику, добыл я их с, конечно же, с бобриных плотин. Это, понятное дело. Как я добыл, все легко и просто. Типа, лутаешь одну плотинку, они все на тебя агрятся, ну, а ты, собственно, над скалой литро стоишь, короче, и ждешь, пока они просто со скалы падают, как лемминги. Вот, и все, как бы, в этом плане легко и просто. Залутался нехило. С двух плотин всего лишь вылезло. Грибочки, это я еще похавал там немножечко, я как раз жрать захотел, думаю, ну, что поделать. Слеп, ну, так слеп, ну, сожрал, как бы, и все хорошо. Только я не думал, что, я как, я сначала думал, ну, типа, о, там, 9 секунд, типа, фигня. А, ну, каждый раз, когда жрешь, каждый раз она стакается. В общем, я, короче, 45 секунд стоял в воздухе. Ну, я смотрю, типа, я вроде как в лесу, короче, и сижу в воздухе такой, типа, это. Жду, когда они, ну, пройдет эффект. Кстати, кстати, мне сейчас такая офигенная мысль пришла в голову. Зависаешь над озером, хаваешь цветок, бобры все на тебя агрятся, и скидываешь их со скалы. Все, эффект цветка проходит, и самое главное, чтобы не было дополнительных летунов, к примеру, рядом. Блин, надо будет сейчас попробовать это дело провернуть. Блин, надо попробовать, надо обязательно попробовать. Так, в общем, раз у меня появилась цементная паста, значит, нужно лутать металл в большом количестве. Металл в большом количестве теперь я лутать могу. Благо, птерчик есть, птерчик переносит 100 руды вместе со мной, понятное дело. И это позволяет мне лутать понемножечку металла. Это очень даже неплохо, как видите, 215 уже есть, а это означает, металлические построечки ждут меня. Как видите, а, кстати, уголь, вот этот вот арбалет и пика, это я залутал с... Короче, домик зарейдил. Ну, как он был открытый, и там один ящик был недоломанный. Причем везде хранился уголь, а в ящике недоломанном был вот эти вот поломанные... Ящик на пин-коде он был, а были поломанные вот эти инструменты. Ну, я их взял, пригодится. Трайб был в викинге. Ну, как бы... Ну, все равно хата была реально открыта. Просто дверь была открыта, и без лишних заморочек заходите, пользуйтесь. И единственный ящик стоял на пин-коде. Так, что я сегодня хочу сделать? Ну, во-первых, на птерчике полетать мне нужно добыть обсидиан. Мне нужно попробовать свою теорию. Кстати, давайте-ка сразу же пять цветочков хапнем. Говорю, пять цветочков хапнем. Вот. Ой, ёпта. Собственно... А, ну вот, к чему я все это дело веду? К тому, что... А, вот почему я ударил. К тому, что мне сейчас можно уже развиваться в металл. И как бы это вполне нормально. Ой, это там не нафига. Мне нужна вот эта вот там. Блин, и не волокнышечка. Кноишечка. Давай, перемонтируем. Алло. Лоп. 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 Ну, возможно, проволок. Вот, в общем, сегодняшней серии. Будем пробовать новые тактики. О том, есть ли смысл хавать цветочки. И что из этого вообще выйдет? Даже запах от цветка раздражает вас. Вот. Ну-ка, здесь описание у нас какое. Даже прикоснувшись к нему, вы чувствуете головокружение. Употребление в пищу может быть опасно. Ну, собственно, да. Как и все говорят, они теперь соответствуют своему описанию. Да ты хорош, давай, ремонтируйся мне. И пошло-то уже, вот. Эм, да. Потом отремонтирую. Возможно, просто таймер есть, но он не отображается. Ну, что. На, кстати, 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 блин, я тут... Не, вы-то, конечно, знали это, но, оказывается, одна морковь дает 10 голода. Ой, 20 голода. То есть еды заполняет. Я такой, о-о-о, да ладно. И реально это было для меня откровением, так как я думал, нафига морковки должны. Но теперь я вижу смысл, а вот эти вот все культурные растения выращивают. Я реально вижу смысл их выращивать. Вот. Поэтому, как бы, все вполне себе неплохо. Ну, а что, сейчас на птерчика. Да, вперед. Экспериментировать. Что-то, когда, где. Кстати, помните те ворота в рай, которые я вам в одной из серий показывал? О, это ворота, ворота в рай. Вот они, они. И, знаете, если бы эти владельцы были бы на этом сервере, я думаю, они бы реально отправили бы в рай многих. Ну, уж больно они агрессоры. Спарта. Да, это самое, что ни на есть, настоящая Спарта. И, да, это было для меня откровением, когда я просто, включая трубу, смотрю там, Спарта, думаю, ёптвою штамелу. О, да. Да, кстати, вот там, где сейчас белый луч, там спавнится красный луч. Я хотел к нему подлететь, но вовремя увидел. Вот, сейчас мы это увидим. Увидим. Я же надеюсь, мы увидим. Так. Не та клавиша. По. Но умерсти. А, кстати, нет, не там, вот сюда ближе она идёт. Там стоят, во-первых, пушки. То есть, чисто защищённая территория. И как раз я бы подлетел бы, даже если пушек бы не было, там лучше залутали. И как-то даже, я думаю, слава богу, что там стояли пушки, я остановился. Теранты было бы мне, просто ептеру. Такие вот дела. Так. Ну, а я думаю, надо приземлиться. Кстати, диплодока перевели в большое травоядное животное. То есть, на него теперь просто так нападать не будут. Так, что у нас здесь, я смотрю, здесь у нас база есть, да? Уууу, там живой человек, не хочу к ним подходить. Пока моя база находится на плоту, который сломать просто, тьфу, как делать нифиг, я даже близко не хочу ничего делать. Она, во-первых, каменная. Ред бардж. Не видел. О, чувак, теперь груженый. 59-го. Вот я что смотрел, собственно. Жилые, жилые здесь помещенницы. Что-то я здесь летал, а этого всего не видел. Да уж. Да уж, да уж, да уж. Интересно, кстати, сколько будет 10 цветок на меня. В том плане, что вот эта агрессивность будет. Потому что, насколько я знаю, агрятся на тебя даже пассивные птеры. Кстати, штука классная, когда ты просто встаешь, допустим, вот в толпу на гиге, хабаешь этот цветок, и просто все на тебя агрятся, и ты такой, и давай всех разносить. Ээээ, удобная штука. На гиге, на рексе, то есть, как бы, каждый для себя убирает своего динозаврика, но суть в том, что просто стоишь, всех разметаешь, и все, кто, по идее, не должны агриться, будут аграться на тебя. Классно, удобно, и, я бы даже так сказал, практично в этом плане. Так, погнали. Вот на то самое озерце. Озерце, да, озерце. Как видите, бобришки уже здесь плавают, а плотинок нету. Но потестить, я думаю, стоит вот эту всю мою систему и задумку. Ну, проканает, не проканает, как бы. Но, по крайней мере, я уже буду знать, есть ли какие-то последствия у этой системы. И узнаю, есть ли возможность ее как-то применять еще. Так, бобришки. Бобришки, это, конечно, хорошо. Так, ну, что у нас здесь? Так, ну, тут один бобришка. Ну, давай попробуем. Так, хаваем цветок. Десять секунд. Ага, все сагрились. Отлично. Все на меня сагрились. Ой, я не присел, не отдохнул. Блин, печаль, беда. Так, эффект прошел. Теперь летим сюда. Да, это реальный кайф. Мне теперь не придется их как-то искусственно агрить. То есть, в том плане, что мне придется их как-то дамажить и так далее. Они будут на меня все агриться. Эй, да ладно. Отцепились? Типа эффект проходит, ты подальше отлетаешь и... Блин. Ну-ка. Давай, мой дерзкий птерчик. Проверим-ка еще разок. Ну-ка, погоди. Так, вот они, они плавают. Я опять хаваю. Они все на меня агрятся. Да. То есть, вот они подплывают. Я такой, блядь, эй, давай, че ты? Слабо сюда подлететь. Давай, давай, come on. Так. Отлетаем. Потому что, когда плотину пытаешься золотать... Все! Отагрились! Прикиньте. Так, ладно, теперь я хотя бы знаю эффект. Да, я могу тоже спокойно здесь сидеть, и им будет пофигу на меня. Ясненько, ясненько, ясненько. Ну, как бы ничего сложного нету, просто вместо того, чтобы стоять и ждать, пока эффект пройдет, сюда подлетаешь, и все. Либо сразу два цветка захавуешь, чтобы эффект наложился друг на дружку и сложился. И все, ничего сложного в этом плане нету. Как видите, бобры здесь ползают. Да, это благодаря мне они теперь здесь живут. Пока их кто-нибудь не убьет из агрессивных. И как бы все вполне нормально. Благодаря сии действию, иногда летая здесь, можно найти бобриные плотинки. К примеру, вот, бобриная плотинка. Здорово, да? Вот, самое главное, чтобы рядом бобров не было. О, отлично. Так. Ага, здесь так просто не ломается. Ладно. Я как человек добропорядочный, да и в целом это и правильно делать так. А нет, ломается просто долго. Я все дерево сбрасываю. Ну, вот так уже получше. Неплохо, да? О, согрелся. Еще цветочки и еще цементная паста. Отлично, отлично. Все просто замечательно. Я бы даже так сказал, все на данный момент лучше, чем я мог себе представить. Я думал, мало ли вдруг плотина. Как говорится, наверху не нашел, так внизу нашел плотинку. Да, дерзкий птерчик в деле. Отлично. Отлично, это замечательно. Стоит только притомить птеры и все. Все просто на ура сразу же идет. Без лишних хлопот и заморок я могу добывать себе нужные ресурсы. Так, плотин не вижу. Просто над водой летая, плохо все видно лично мне. Вот. Ну ладно, замечательно. Сейчас главное не сдохнуть. Что-то я так опрометчиво полетел. Там же может за скалой кто-нибудь быть. Ну, в смысле, что-нибудь построено может быть. Так, нормально. Погнали дальше. Что в моих планах сейчас? Ну, металл. Ах, это неплохо. Неплохо, неплохо, неплохо. Я занимаюсь... Так, 45. Нормально. Ну ладно, для начала мне нужен подлутать обсидианчиком. Да, в моей задумке подлутать обсидианчиком немного. О-о-о. Бурлер Кинг? О-о-о. У вас, походу, там дело Альянс. Да уж. Ёпрс, это что там такое? Ага. Это, походу, дело... Да, зараженная база. Отлично. Не засеяно. Выселили. Да уж, хороший монитор, это было бы неплохо. Ну, я имею в виду многогерцовый. Я не думаю, что у меня просто хороший монитор. Максимум 60 Гц. И проблема в том, что картинка немножко расплывается. Ну, да, хотя мне бы с моим фпс на записи, а именно сейчас, 50. Кстати, я могу вам включить. Смотрите. Вот. И вы будете знать в реальном времени, сколько у меня фпс. Ну, 50 фпс в среднем. При таком раскладе. Если я вообще буду смотреть в небо. У меня здесь сейчас 70. Если я буду смотреть в землю, то почти 60. Знаете, вот я поменял антеринку, поменял термопасту, самое главное, на процессоре. И все стало замечательно. Да, самое главное, это термопаста на процессоре. Ее надо вообще на игровом компьютере менять раз в полгода, если кто не знал. Меняется она легко, как бы... Поэтому советую, советую. Если у вас есть какие-то просады, пролеты и так далее, О-о-о-о-о-о-о, база погружается, база погружается. Виталий, как фпс проседает. Его просто, а если на нее смотреть, то это просто... Ну, 25. 25 фпс, если смотреть на базу. Плюс еще голова. Здесь стопудово дина бегает, так что да. Такс, ладно. Ее пара сетэ. Я порой сильно очкую, когда я жму не на ту кнопку. Сейчас, например, на x, я нажал вместо альта. И у меня просто все прям сжалось. Я думаю, твою мать, задох. Мда. Поверьте мне, я сколько-то несколько раз уже сжал. Ну как, несколько раз, немало раз сжал на... Этот... Я еще просто смотрю, динозавры. О, ну, где тут? Сколопендры. О, ортоплевры. Сколопендры. Хе-хе-хе. И все сколопендры, сколопендры, я понимаю. В общем, много раз я уже нажимал на ешечку. И в итоге, тем самым, я просто-напросто спрыгивал с седла. Да, у меня есть сейчас парашют. Слушайте, а у меня парашют-то есть? Да, у меня есть сейчас парашют. Ты, один. И как бы это меня спасет. Но все равно неохота. Ну, что я могу сказать? Пусто. И это просто чертовски здорово. Отлично. Реально, обожаю, когда вот это вот развитие в другой русле идет. Когда ты томишь птерчика. Так, ну-ка. Так, сделаем музычку подромчак. Хорошая музычка. Вот, когда ты приручаешь птера, когда игра поворачивается совершенно в такое русло, ты начинаешь лутать обсидиан, металл в большом количестве, в том, в котором раньше ты не мог лутать именно в тех условиях. Можешь, как вот видите, да, на озера слетать и так далее. Это просто что-то с чем-то. Вот в эти моменты ты понимаешь то, что, да, игра начинается по-новой. До этого, то есть, можно так сказать, есть развитие до появления летуна и после. Я это не раз уже говорил, я это не раз буду повторять, пока, как говорится, весь мир не согласится со мной. Я это так и буду повторять. Реально, есть игра до появления летуна и после появления летуна. Других развитий нет. Да, там появляются у тебя хорошие базы и так далее. Это якобы, да, хорошо. Но, все равно это не то в сравнении с тем, когда у тебя появляется обычный, простой, маленький терчик, который тебе помогает делать дело. Вау! Видали? Видали, как я могу резко драпать? Вот это я могу. Кицали, что, не видели, что ли? Ё-про-с-это. Да я думаю, вы видели Кицали. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Как хорошо, что я уже сидел на птерчике и я просто драпнул резко. Господи, вы не представляете сейчас, как я очканул. Там была платформа и такая платформа, чтобы анкилка на нем был. Так, 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 меня не видят. Отлично, нужно остров. Вот, в общем, там платформа для анкилы. И суть в чем именно то, что, возможно, он будет не один. А, нет, все нормально, все пучково. Он с той стороны приземлился. Возможно, он даже меня не увидел. Возможно. Ёптвоюж налево. А, нет, это плод со стульями. Я реально очканул, я думал, там турели стоят. Дядя Смурф, ёшкин кот. Вот это прям, я думаю, все. Я думаю, каранты моим переключением на птере. Ху, неплохо. И немножечко веса. Сейчас вес до 200 догоню и уже будет намного лучше. Выносливости, кстати, 400 вполне неплохо, но 500 это все-таки лучше. И, кстати, вполне предостаточно, если без фанатизма, без вот этих крутилок. Да, с крутилкой быстрее. Но, когда у тебя посреди моря окажется, что у тебя выносливости нету и нет парашюта, это, конечно, фигула. Ну, когда у тебя есть парашют, ты зазываешь за собой, меняешь режим полета ему, чтобы он прям в упор был. И, собственно, пока он вокруг тебя летает, он восстанавливает выносливость. А там уже потом просто садится, то есть на него садишься и все. Без лишних заморочек и хлопот. Так, они прилетели с той стороны. Угу, это уже фигово. То есть они, как вариант, в Редвуде, как вариант, в стороне моста. Не понял. Я не помню вот эти вот ворота. Раз не помню я ворот, лучше облетим их выше. А может, я и помню эти ворота. Я, знаете, уже сколько тут серверов поменял за последнее время, и они у меня все в голове уже попутались. Прямо конкретно. Поэтому уж не стерчайте, но так оно и есть. Ах, ну, все вполне неплохо. Вывозка произошла успешно. В ближайшее время я хочу уже отправиться в экспедицию. Экспедиция будет означать, что я буду искать себе место для подпостройки. Собственно, для этого мне терчик-то и нужен прокачанный, как бы, чтобы было много вносливости. Экспедиция будет заключаться в том, что я прилечу по основным местам, где я хотел бы построиться, и посмотрю, есть ли у меня возможность построиться там или же нет. Ничего, так сказать, сложного, но и ничего легкого в этом нету. Потому что аптечка, как вы понимаете, футносливостью большой не страдает. Если бы я смог пролететь только такое расстояние маленькое, то с пересадкой, то, как бы, далеко я летать не смогу. Ну, это означает, если что не так, да, я буду в воздухе. И будет все плохо. Сейчас я хочу, так сказать, и сам потестить, и вам продемонстрировать эту систему, если вдруг я окажусь в воздухе. И все будет проблемой. Но для начала я вот все-таки завезу на базу. Не будем рисковать своими трудами и трудами тером. Потому что насрадались мы немало за сегодня, если честно. Ну, а с другой стороны, вполне дерзко поступили с бобрами. Вполне неплохо вырулили ситуации на Бэтмене, на башке, на черепе. Кто как хочет, тот так и называет. Вот. И в целом все даже очень неплохо. Кстати, делитесь своими мнениями в комментариях, что, как, где, каких вы были в ситуациях и так далее. Мне все интересно. Я сейчас стараюсь в последнее время как-то больше с вами контактировать в комментариях. И если есть, что ответить на комментарии, то я стараюсь ответить. В последнее время у меня просто не было реально желания. В последнее время, это последние пару месяцев, пару не было желания просто даже... Да, было что ответить, но у меня просто не было желания писать это, печатать. Вот. Поэтому как бы такие вот дела. Сейчас же я стараюсь все больше контактировать с вами и побольше, так сказать, отвечать на ваши комментарии. Закройся! Уе! Отлично! Вместо всего заголопа. Практически птерчик. И хорошо. Здорово, да? Вот это все благодаря птерчику. Так. Давай, парашют заберу. Давай, я даже вот так скину лишнее. Ну, это пускай будет шмотки. Так. Что нужно сделать? Ну, во-первых, надо вылезти от зуба. Так, погнали. Кстати, очень удобно вылазить. Вот. И я на трыле, так сказать. Так, ну, во-первых, что нужно сделать? Во-первых, нужно поменять... А, кстати, кстати, кстати. Помните, я говорил, типа, нельзя поменять, ну, не видно дистанцию и так далее. Блин! Я посмотрел это обнову. Что-то, как и где? Нажимаем на H. И мы видим эту самую дистанцию. Снимаем наименьшую. И через полминуты после нажатия на H эта надпись исчезнет. А вот это, кстати, удобно. И надпись лишняя не мешает. И есть возможность ее включить и посмотреть. Очень-очень-очень-очень крайне удобная штука. Блин, вот-вот-вот теперь по разрабу точно молодцы. Потому что реально заботятся о нас. Так, дальше. Это не все. Нужно сказать ему, следуй за мной. И летим. Допустим. Допустим, допустим. Вот я прям лечу такой, лечу, лечу, лечу. И все прям чувствую. Птерчик уже падает. Я слетаю с него. Открывая парашют. И говорю, открывай парашют. Ага. Я слишком поздно открыл. А нет. Ну давай, ближе, 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 ближе. Видели? У-у-у-у. Управлять появляется. Но. Хм. Ну ладно, у меня есть еще пару попыток. Так. Да стойте. Да стойте. Да. Да погоди. Где ты? карусель карусель начинаем с тобой полный кошмар поймал так погнали хочу нам делать то это типа имитировать имитировать сейчас делаем сейчас делаем отсутствие уносливости ну-ка крутись крутись волчочек так а теперь опаньки вот еще могу я вас сделать отлично теперь смотрите вот и я такой устал все я лететь не могу выносливость у птерчика как вы видите на 0 спрыгиваем открываем парашют сразу же так лети ко мне лети ко мне блин ходить не получилось так погоди и погоди 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 летим немножко в бок так забавился иди ко мне а все нормально баги-лаги это конечно прикольно ну или тогда когда птерчик у тебя в воздухе а ты не факт что его достанешь в ближайший фиг знает сколько времени были а если попробуйте поменять дистанцию так аж низкая дистанция давай вот так сделаем управлять это низкую не наименьшую низкую видите он подлетел нормально и все теперь смотрим выносливость полная несмотря на то что он летал вокруг меня чё бешеный я рад что это система канает все-таки самое главное делать правильную дистанцию все-таки низкая и наименьшее а низкая дистанция так он будет летать не кругами а как положено так удобно покатаемся то курсили то качели блин а у факт стой я забыл тебя раз это вот отлично теперь уже закрываем все здорово и самое главное все что я задумывал все получилось меня исполнить в этом выпуске кстати да и зачем я за обсидентом летал ножницы я хочу сделать ножницы и уже постричь по нормальному все вот теперь моя душа чистая и спокойно все сделано как надо и просто замечательно о кстати смотрите постройку по разному это прыгает прикол приколь 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 постройка по разному считается смешно ну да ладно в общем как говорится всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал ставить лайки и комментировать мне конечно же делиться моими видео своими друзьями на этом все всем удачи всем пока всем счастливы добра всем